Всем привет! С вами я, Сэнсэй. Итак, 8 июля отмечается впервые в Москве, день московского транспорта. Это новый праздник, связанный с общественным транспортом. Оно сложилось исторически. Именно 7 июля, а 7 июля, к сожалению, выпало в этот день на пятницу, в 1872 году открылся первый общественный транспорт. Это была конка, конно-железная дорога. Это привычный для нас трамвай, только вместо электричества конь. Самый обыкновенный конь. На день московского транспорта объединяет все виды общественного транспорта. Автобус, троллейбус, трамвай, метро, а также МЦК и монорейс. И еще железная дорога. Программа на день московского транспорта обширная. И сейчас я иду на второй лесной переулок. Там находится CODD, центр организации дорожного движения. Здесь главное не запутаться, потому что CODD находится практически с деловым центром в районе станции метро Белорусская, и мне нужен второй лесной переулок. А походу вот он, да, как раз дошел до этого пересечения лесная улица и второй лесной переулок. Ну, мне, в принципе, идти прямо до упора, до пересечения улицы Путырский вал. А вот как раз такое коричневое здание. Это как раз CODD, центр организации дорожного движения. Ну, погода у нас вообще очень нелетная. Просто ужасная погода. Вот сейчас опять ветер поднялся. У нас такой июль, такой июнь, а еще конец мая был самым противным. Просто ужас. Одним словом. Так, ну вот мы дошли до CODD. Центр организации дорожного движения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Можем уточнить, что происходит на одном или ином месте. Можем уточнить, что происходит на одном или ином месте. В каждой камере есть возможность удаления и управления. Камера оборудована средствами омывания эффективов. Камера оборудована средствами омывания эффективов. Камеры не видели много, иногда на них либо каналы связи падают. В принципе, это все равно поступает постоянно, но в протяжении 5-7 дней окапливаются активы. Камеры являются очень мощным инструментом и для мониторинга ситуации, и для работы правоохранительных органов, которые по этим архивам могут достаточно быстро получать информацию о каких-то происшествиях, которые происходят в городе. Половина камер находится именно на нашем балансе, половина камер находится на балансе других организаций, в том числе, к примеру, принадлежащих департамент информационных технологий и других. Те камеры, которые находятся на нашем именно балансе, т.е. у нас их, сколько, 1973 именно наших камер, которые основаны на перекрестках, они включены в систему автоматического мониторинга, которая постоянно производит опрос с камер, и, соответственно, в случае, что робот как-то проходит, постоянно опашивает камеры, и если выявляет какие-то неполадки, например, как вы видели, то есть неполученные изображения с камер, он, соответственно, подает информацию, автоматическую заявку на сервис ДЕСК, и уже эксплуатационные подразделения при включении, либо смотрят, что это было. То есть случайные какие-то потери связи, или там действительно что-то сломалось, включая сервис ДЕСК. Абсолютно все заявки, которые поступают по состоянию оборудования, поступают они со многих источников, т.е. это первая наша система мониторинга, это наша эксплуатационная служба, это ГАИ тоже, т.е. ГИБДД постоянно усуществляет контроль и состояние организации движения, все это попадает, а также, естественно, граждане, как по телефонам, так и с помощью использования портала «Наш город», все они могут какие-то замечания делать по поводу содержания знаков и сотрудников организации движения, и это попадает в единую систему учета заявок, мы ее называем как-то сокращенным сервис ДЕСК. А кто же это произойдет? С гражданами, к примеру, это устроено таким образом, что люди, когда высылают свои фотографии через портал «Наш город», они прикладывают фотографии вот каких-то проблем, которые мы наблюдаем, и, соответственно, вот здесь не работает сетопор. И мы, когда выполняем эту заявку и работу, мы, соответственно, отправляем уже обратно фотографию, которая демонстрирует, что суть проблемы запрещена. Включи, пожалуйста, желанную жизнь. Все операции, которые производят операторы, они идут в журнале, который находится не каждого грамма этого помещения, а, в принципе, есть и в ГАИ, и в инфраструкционных подразделениях, которые во всех есть в конце города. Это все туда попадает, соответственно, есть система оповещения, там оповещение эскалации, и в результате мы получаем достаточно быструю, эффективную и оперативную систему обменной информацией по всем вопросам, которые происходят на площадь дорожной сети. Пожалуйста, пожалуйста. Одним из самых серьезных рычагов, которые находятся у нас в руках, это является светофор, естественно. Система, которую управляют, и называют, входит в класс, там, посудой Д, то есть это инфраструктивная система управления дорожным движением. Мы, естественно, применяем постоянно. При этом, как бы, расскажу кое-что в нашей светофорной системе. У нас очень она большая, одна из самых больших в мире, поэтому условия движения различные в различных участках города, поэтому светофоры тоже выполняют различные политики, то есть и на различных средствах это реализуется. Есть светофоры, которые работают даже на самых простых таких программах, то есть локальных программах, которые просто в контроллере находятся. Это трендарные планы. Когда это применяется в тех местах, где статистическое распределение потока настолько предсказуемо, настолько одинаковое, что, в принципе, не требуется никаких механизмов адаптирования или децимпровизованного управления. Второй – это механизм, когда есть локально адаптивный, то есть патроллер снабжается детекторами движения вокруг светофора и происходит уже микрорегулирование на перекрестке. То есть светофор, в принципе, не меняет глобально свою программу, но может укорачивать и иметь либо иные фазы. Следующий уровень – это когда у нас светофоры объединены уже так называемые споты, они начинают обмениваться информацией, принимать уже решения, исходя из лодки не только своего перекрестка, но уже нескольких перекрестков. Но это все как бы именно локальные такие способы управления, оптимизации даже движения, которые связаны именно с использованием возможностей лишь контроллера. Следующий этап, на который мы уже вышли – это этап удаленного координированного управления. То есть светофор может управляться не только по своим контроллерам, но и с помощью системы компьютерной, которая находится уже в светодзонном центре, и с помощью канала связи подведена практически к каждому светофору в городе. Не ко всем, но на 50-м месте. Они уже могут реализовать совершенно любые политики управления. Все это достаточно можно быстро менять. То есть для того, чтобы не было политиков управления на садаптированном управлении, очень локальным приходится уезжать туда. Здесь уже все можно делать удаленно, не уходя из ситуационного центра. У нас есть большое управление, называется управление совершенствованием водосвветофорного хозяйства. Оно, собственно, и разрабатывает все программы светофорные. Движенная смена ситуационного центра их уже только применяет и делает замечания, если видит, что что-то не в порядке. При этом каждый светофор оснащил еще возможностью именно диспетчерского управления. Диспетчерское управление – это когда уже совершенно ситуация на дороге как-то выходит за рамки разумного, нет никаких статистик под такие случаи. В основном это происходит из ДТП или других каких-то чрезвычайных представителей на дороге. И требуется уже решено регулирование по именно конкретным правилам. Тогда оператор может зайти на это светофор и, наблюдая через камеру, что там происходит, осуществить управление дорогим движением. И это, в принципе, применяется достаточно часто. Примерно в день у нас порядка, ну, минимум 80 вмешательств. Результаты, на самом деле, очень мощные и очень сильные. То есть, чтобы понимать порядок группы, насколько может стать перекрестным, потому что с человеком не будет из человека. То есть, то, что операторы за 10 минут, получается, развести, вот без этого именно вмешательства для институционного управления и проблема может продолжаться буквально два часа. Если там учатся сегодня. Прошли, какие расклады? Сегодня центр работает в сопрощенном таком варианте, потому что сегодня суббота. Основное, ну, то есть, большое количество отчетов и прочее. Часть сотрудников у нас задействовала на обеспечение транспортного дня транспорта. Сегодня день транспорта московского. Поэтому они в составе... У нас есть фотография дорогой программы. Ну что, мне с этой организацией дорожного движения очень понравилось, так что поинформировали. Так, ну что, у меня СОДД на сегодня закончился. Дальше есть еще мероприятие. Сейчас поеду на Фронтинскую набережную. Там проходит парад ретро техники, а точнее автобусов и троллейбусов. Ну что, помимо еще СОДД, были еще организованы экскурсии в Каштопрестинское трамвайное депо и ФАТП, Филевский автобусный троллейбусный парк. А еще имеется экскурсия в электродепо из МАЛа на московском интерполитене. Ну, к сожалению, туда и туда я не успел зарегистрироваться заранее. А в СОДД мне, конечно, было очень интересно, потому что она была создана не так уж давно, в 2014 году. Ну, в общем, все делают для того, чтобы нормально было организованное движение так и для пешеходов, так и для пассажиров общественного транспорта, так и автолюбителей. Вот сейчас я стою где-то секунд десять. Сейчас допустим. Ну, пожалуйста. Ну что, продолжается день московского транспорта. Приехал на Парк Культура. Отвратная просто погода. И сейчас идем на парад ретротехники. Еще, блин, эти ремонты, которые летом, они доставляют массы неудобств. Ну, это придется терпеть недолго. Троллейбус я два года уже не видел. Первый раз это было личной причиной, а второй причиной я пришел, пошел на выставку «Игромир-2016». Кстати, об этой выставке я упоминал в рубрике «Предыстория канала» или «Прошлые события». Ссылка в конечной заставке в описании. Итак, это автобус МТБ-82. К сожалению, здесь не все представлены модели троллейбусов. Единственное примечательное то, что хранится в первом троллейбусном парке. Это на Ленинградском проспекте. Ленинградское шоссе. Кстати, этот троллейбус в СХВ, выставка сельскохозяйственного хозяйства на базе Сварса ТБС в СХВ. Выпускался в 1955-57 году на заводе Сварс. Троллейбус был экскурсионный. Но экскурсирование очень недолго. ЗИУ ЗИУ Уменьшается. ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО Пускался в 1976-1991 годах. Всего было построено 42 тысячи троллейбусов. Но с линией дошнего сохранился один раритет. Запоминаем, троллейбусы 1152 Это его номер Ну, конечно, не так уж много про троллейбусов Их всего лишь четыре представлены А больше всего Это представлено Автобусов ЗИС, ЗИЛ, ЛИАС, ЛАЗ, ИКАРУС Но все эти ретро-техники будут проявляться на различных парадах В августе будет парад ретро-автобусов Осенью парад ретро-троллейбусов А в апреле, то есть весной Парад трамваев Мы в такую погоду находиться на улице очень тяжело Поэтому я завершаю сегодняшний день московского транспорта 8 июля И она со следующего года будет являться ежегодной и постоянной День московского транспорта будет отмечаться ежегодно во вторую субботу июля С вами был я, Сен-Зей Подписывайтесь на канал Не забывайте нажимать на колокольчик Ставьте лайки, комментируйте Спасибо, что смотрели Пока Субтитры сделал DimaTorzok